Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Александр Куприн В Зверинце Читает Александр Водяной В походном, наскоро сколоченном из досок зверинца Иоганна Миллера, строжащие не успели зажечь ламп для вечернего представления. На всем лежит тяжелая полумгла. Железные решетки, клетки, барьеры, скамейки, столбы, поддерживающие крышу, катки с водою и ящики для песка, кажутся при этом умирающими рцаниями осеннего вечера, нагроможденными в беспорядке. Воздух насыщен острым запахом мелких хищников, лис, куницы и рысей, смешанный запахом испортившегося сырого мяса и птичьего помета. Вздрагивая от холода и тесно прижавшись друг к другу, пленники тяжело дремлят в своих клетках. В этот час они отдыхают от назойливого любопытства публики. Желтые, серые, краснохвостые попугаи нахохлились на своих жердочках, привязанные к ним тонкими цепочками за ноги. Большой старый слон, который в темноте кажется издали безобразной громадой, дремлет, перекачиваясь на своей площадке с ноги на ногу и то развивает, то свивает гибкий хобот. Обезьяны сбились в тесную кучу, в самом дальнем углу своего помещения. Некоторые нежно обняли друг дружку за шею, одна приложила голову на колени соседки. Выражения лиц у них у всех печально покорные, и теперь они больше, чем когда-либо, похожи на людей. В самом конце зверинца, на низкой насестии, сидит старый орел, общипанный, облезлый и сгорбленный. Он не спит. Его неподвижные глаза смотрят в темноту, со всегдашней, непримиримой и гордой ненавистью. Тяжелая, угнетающая тишина изредка прерывается странными звуками. То будто вздох продолжительный вырвется из щита громадной груди. То стон послышится, то отрывистый хохот сумасшедшей гиены, которая недавно заболела, и теперь целыми часами кружится с необыкновенной быстротой на одном месте, пока не упадет без сил. Цезарь спит тихо. Точно бредящая собака взвизгивает во сне. Однако из его могучих желтых лап высунулась в ту щель внизу решетки, куда просовывает пищу, и небрежно свесилась наружу. Голову он спрятал в другую лапу, согнутую в колени, и сверху видна только густая темная грива. Рядом с ним свернулась в клубок точно спящая кошечка, его львица. Цезарь спит, беспокойно, иногда вздрагивает. Дыхание клубами горячего пара вылетает из его широких ноздрей. Тревожный, но блаженный сон снится Цезарю. Над хладеющей после дневного жара пустыней всплыл громадный блестящий диск месяца. И пустыня ожила и проснулась, и заговорила миллионами голосов. Проснулся и он, властелин пустыни, и медленными шагами выходит из зарослей, куда загнало его в полдень солнце, и где он после кровавого пира, утолив из ручья жажду, спал в тени до наступления ночи. Какой простор пред его расширенными очами, только и видно, что синее небо да безбрежная пустыня. Всей своей могучей грудью вдыхает лев свежейший воздух, и вдруг оглушительным, царственным ревом потрясает воздух пустыни. И все смолкает, объятое ужасом. С фырканем и топотом вскакивают и мчатся через пустыню испуганные стада антилоп и зебров. Лев крадется к тому ручью, куда каждый день ходят пить воду стада буйволов, и прячется между камнями. Ни один мускул его бархатного тела не шевелится, но весь он уже сжался и приготовился для огромного прыжка. Вдали раздается грузный топот. Земля гудит и вздрагивает под тяжелыми копытами. Это идут на водопой буйволы. Передовые тревожные громко обнюхивают землю и бьют себя хвостами по бокам. Лев не шевелится, но задние ноги его точно две стальные сжатые пружины, готовы каждую секунду выпрямиться со страшную быстротою. Наконец стада напилась и возвращается обратно. Цезарь уже выбрал свою жертву молодого черного бычка с мускулистой шеей и железным затылком. Легким беззвучным движением взвивается лев в воздухе. Один прыжок и он уже на спине убуйвола. Задние лапы вонзились в круп, передние ушли глубоко в мускулы шеи, животное в ужасе и бешенстве мчится вперед, тщетно стараясь сбросить себя страшную ношу и мгновенно падает на песок с перегрызанным позвонком. пасть цезаря дымится от горячей крови животного и опять оглашает он своим победным царственным ревом пустыню. Взвизгивает в своей клетке спящий цезарь и видит другой сон. Перед ним возвышается утыканное острыми гвоздями страшно высокая и крепкая загородка кроаля. Лев приседает чуть-чуть к земле мгновение и он уже внутри загородки. Под навесом сбившись в кругу и дрожа атласной кожей стоят лошади. Лев устремляется к ним. Но в это мгновение просыпается весь кроаль. Вспыхивает ружейный огонь. Гремят выстрелы. С криком, свистом, гиканьем сбегаются люди. Но цезарь не хочет упустить добычу. Он уже схватил за загривок жеребенка и влечет его по земле к загородке. Гнев и вкус горячей лошадины крови придают ему чрезмерную силу. взмахом могучей головы он закидывает животное на спину, вместе с ним высоко над загородкой перелетает на другую сторону и скрывается в темноте ночи. Сторож зажег лампу. Свет ее упал на глаза цезарю и он проснулся. Сначала лев долго не мог прийти в себя. Он даже чувствовал до сих пор на языке вкус свежей крови. Но как только он понял, где он находится, то быстро вскочил на ноги и заревел таким гневным голосом, какого еще никогда не слыхали, вздрагивающий постоянно предвином леве обезьяны, ламы и зебры. Львица проснулась и лежа присоединила к нему свой голос. Цезарь уже не помнил своего сна, но никогда еще эта тесная клетка с решеткой, эти ненавистные лампы, эти человеческие фигуры так его не раздражали. Он метался из угла в угол, злобно рычал на львицу, когда она попадалась на дороге и останавливался только для того, чтобы в бешеном реве выразить весь бессильный, но страшный гнев цезаря, запертого в тюрьме. «Пожалуйте, господа!» Начинается объяснение зверей. «Пожалуйте!» закричал у входа сторож-немец. Господа, в числе которых было десять-двенадцать дам с детьми и няньками, несколько гимназистов и юнкеров и человек тридцать хорошо одетых мужчин подошли и окружили сторожа. Остальная публика глазела сзади и за барьера. Сторож стал спиною к первой клетке и, постукав за спиной палочкой по решетке, начал объяснение. А вот американский дикобраз. Его тело снабжено длинными колючими иглами, которые он бросает в преследующих его врагов. Объяснение свое он проговорил заученным тоном, с полнейшим равнодушием к самому дикобразу и перешел к следующему номеру. А вот, господа, черная пантера или черная смерч называется иначе гробокопательница. Она разрывает могилы и пожирает трупы с кожей, с костями и даже с волосами. Посторонитесь, господа, детям не видно. Публика наклонялась к решетке, но ничего не видала, кроме двух зеленых горящих глаз в самом углу клетки. Может, там никакой пантеры нема, заметил с галереи чей-то голос. Гамадрила, который ходит гулять на люна, а если нет люна, то без люна, и кушает яйца крокодила. Затем он показывал находящегося в ящике змея Кейлон с острова Цейлон. Этот змей не ядовит, только мускулем давит, а самого его видеть нельзя, потому что если ящик открывает, змей быстро убегает. Наконец, толпа остановилась перед клеткой льва. А вот африканский лев называется Цезарь. Стоит двадцать пять тысяч марок и со своей львицей, стоящей одиннадцать тысяч марок, запел сторож. Затем в его руках очутилась неизвестно откуда появившаяся жестяная кружка, и он, потряхивая находящимися в ней медиками, протягивая ее публике, сказал «Сейчас начнется блестящее представление укрущения львов и кормления диких зверей. Пожертвуйте, господа, кто что может в пользу служащих зверинца». И в это время свободной рукой он зазвонил в колокольчик, возвещающий начало представления. Десять евреев-музыкантов грянули веселый марш. «Карльхен, звонят», сказала чистенькая старая немка, выходя из своей кассы и отворяя дверь в уборную, где одевался укоротитель. «Сейчас», ответил Карльхен, «затворите, мама, дверь, холодно». Карл Миллер, брат хозяина зверинца, стоял в крошечной дощатой уборной, перед зеркалом, уже одетый в розовое трико с малиновым бархатным перехватом ниже живота. Старший брат Иоганн сидел рядом и с зоркими глазами следил за туалетом Карла, подавая ему нужные предметы. Сам Иоганн был сильно хром, ему ручной лев исковеркал правую ногу и никогда не выходил в качестве укоротителя, а только подавал брату в клетку обручи бенгальский огонь и пистолеты. Вот румяна, сказал Иоганн, протягивая брату коробку. Положи немного. Карл действительно был бледен. При первых же звуках музыки он почувствовал, как кровь сбежала с его лица и горячей волной приклынула к сердцу. И как руки его похолодели и приобрели какую-то особенную цепкость. Но это волнение не было волнением трусости. Уже два года Карл укращал львов и каждый день испытывал одно и то же чувство подъема нервов. Музыка, трико, боязливое и почтительное любопытство толпы, бенгальский огонь, наконец, прилив воли и отваги во время представления в клетке и страшная нравственная сила, которую он в это время чувствовал во всем своем существе и особенно во взоре, заставлявшим льва робко пятиться в угол. Все это заранее, еще при одевании, волновало его. Положив на щеки слой румян и подведя карандашом нижние и верхние веки, отчего глаза стали громадными и заблестели, Карл надел на шею малиновый воротник, украшенный агромантом с блестками, и посмотрелся в зеркало. На него глянуло смелое и взволнованное, очень красивое лицо с крутым упрямым подбородком с большими голубыми глазами, смотревшими с дерзкой улыбкой. «Хлыст!» приказал отрывисто Карл, поправляясь перед зеркалом. Старший брат поспешно подал ему длинный бич, а сам отошел к дверям, чтобы их широко отворить перед выходом Карла, и заботливо ощупал в кармане револьвер. Карл швырнул зеркало на комод и сделал руками и ногами несколько быстрых движений, чтобы размяться. Брат посмотрел на него вопросительно. Карл мотнул головой и, израстворенной Йоганном двери, вышел эластичной поспешной походкой в зверинец. Йоганн шел сзади и звонил, а чистенькая старушка из-за кассы украдкой крестила молодого сына, красавца и своего любимчика. За десять шагов до клетки Карла остановил сторож и сказал ему несколько слов на ухо. Это была дурная примета. Укротитель никогда не должен останавливаться ни на одну секунду. Потому что зверь следит за ним глазами самого выхода его из уборной. А, цезарь беспокоится? Рычит? Переспросил Карл, умышленно громко, играя перед публикой бесстрашием. О, это пустяки. Он сейчас будет у нас как овечка. Цезарь стоял, прижавшись лицом к самой решетке. Его кошачьи рыжие глаза с громадными зрачками блестели жадно и пугливо в то же время. Бешенство, не проходившее у него до сих пор, внезапно разрослось при виде знакомой фигуры в розовом трико, на которую он нарочно не смотрел, но за всеми движениями которой следил с напряженным вниманием хищника. Карл быстро прошел среди раступившихся зрителей, ловко вспрыгнул на три ступеньки приставленной лестницы и очутился в предохранительной клеточке, из которой железная дверца отворялась внутрь большой клетки. Но едва он взялся за ручку, как Цезарь одним прыжком очутился у дверцы, налег на нее головой и заревел, обладая Карла горячим дыханием и запахом гнилого мяса. Цезарь назад крикнул Карлу и, нарочно приблизив к решетке лицо, устремил на зверя пристальный взгляд, но лев выдержал взгляд, не отступал и скалил зубы. Тогда Карл просунул сквозь решетку хлыст и стал бить Цезаря по голове и по лапам. Цезарь ревел, но не отступал и не отводил глаз. «Довольно!» крикнул кто-то из глубины публики. «Довольно!» подхватила единодушно вся толпа. «Оставь!» сказал Иоганн тихим тревожным голосом и под плащом незаметно вытащил из кармана револьвер. «Нет!» отрезал сердито Карл и опять ударил изо всей силы льва по голове. «Цезарь!» «Назад!» Но Цезарь внезапно взвился во весь рост и ударил лапы в решетку с такой силой, что вся клетка задрожала. «Довольно!» «Перестаньте!» кричали зрители и оставались в то же время точно прикованные, не трогаясь места. «Огня!» крикнул Карл. Минутный припадок нерешительности, который он испытал было сначала при непослушании льва, уступил теперь место озлоблению, и он решился во что бы то ни стало заставить зверя повиноваться. Иоганн выхватил из жаровни, принесенный сторожем раскаленный железный пруд, и передал его брату вместе с зажженной палочкой искристого бенгальского огня. Ослепленные огнем зрители не заметили быстрого движения Карла, но увидали, как Цезарь с громким стоном боли отскочил от двери, и в ту же секунду укротителя чутился в клетке. В зверинце сделалось совсем тихо, слышно было только, как шипел бенгальский огонь в руке у Карла, да стонал и ворчал Цезарь в углу клетки. Что затем произошло? Никто не мог дать себе отчета. Послышался потрясающий крик Карла, ужасный рев Цезаря и львицы, три оглушительных выстрела, испуганные крики зрителей и безумный отчаянный старческий вопль. Карльхен, Карльхен! на полу клетки лежал Карл, весь истерзанный, с переломанными руками, ногами и ребрами, но еще живой. Сзади него львица, которой пуля Элгана попала в череп, и рядом с ней в последней агонии Цезарь. Бледные, перепуганные зрители стояли вокруг клетки в немом ужасе и не трогались с места, несмотря на упрашивание сторожа оставить зверинец. и не агонии и не свят и и но под Субтитры создавал DimaTorzok